МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационно-правовая программа Де Факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4 Гомель. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Воспитатели, заведующие Светлогорским детским садом, уволены за допущенные нарушения. Напомним, 3 января из дошкольного учреждения образования сбежали трое детей. Мальчики трех- и четырехлетнего возраста. Это действительно ЧП, вопиющий случай и для всей отрасли образования, для Гомельской области. В этот день было семь детей в группе. Дети собирались на прогулку. Эти трое мальчишек уже были одеты. И пока воспитатель одевала остальных детей, мальчишки вышли за дверь. Воспитатель посчитал, что действительно дети ждут ее, пока она оденет остальных детей. Вахтер не остановила мальчиков, потому что они выходили из здания детсада вместе с родителями других детей. Женщина подумала, что взрослые их мамы и папы. В итоге юные путешественники прямиком отправились на вокзал. До объекта детсада всего 600 метров. И сели в дизель-поезд. Примечательно, что никто из прохожих, кроме дежурного поезда, не обратил внимания на малолетних, которые находились без сопровождения взрослых. В жлобине детей встретила милиция и передала родителям. Министр образования Игорь Карпенко назвал случай вопиющим и подчеркнул, что это грубейшее нарушение педагогическими работниками своих должностных обязанностей. А в Гомеле накануне переполох вызвали дети, которые без присмотра взрослых в квартире на пятом этаже открыли окно и ходили по подоконнику. Неравнодушными к ситуации оказались воспитатели детского сада номер 130, которые случайно заметили странное поведение несовершеннолетних и вызвали спасателей. Работники МЧС прибыли на место ЧП через 4 минуты. Пока одни сотрудники разворачивали под окнами куб жизни специальную подушку безопасности, другие возле двери квартиры отвлекали внимание детей и пытались контролировать ситуацию. Переполох вызвали 7-летние мальчики-близнецы. Они рассказали, где работает их мама. Женщины связались по телефону и до ее прибытия продолжали разговаривать с детьми через закрытые двери. Рассказали о том, что мать находится их не на работе, а старшая сестра 93-го года рождения, которая якобы должна их смотреть, ушла в этот момент в магазин. Хочется, наверное, нашим телезрителям в очередной раз сказать, что любое оставление детей без присмотра является чрезвычайной ситуацией. Дожди и теплая погода стали причиной аномалий в Гомельской области. В Петриковском, Житковичском и Рогачевском районах начался паводок, а в Чечерском в лесу выросли грибы. Фотографии с лисичками стали выкладывать интернет-пользователь из райцентра. Люди сообщают, что видели уже и подснежники, а в Светлогорске появились майские жуки. Фотографии с насекомыми активно обсуждают в интернете. Пользователи предложили переименовать майского жука в январского. Вот такие новости к этому часу у меня все. Далее спортивное обозрение. Оставайтесь на Беларусь4.